Готовила я как-то программу, посвященную круглой дате Курской битвы. Нашла ветеранов, участвовавших в этом сражении. Шли 80-е, и, слава Богу, эти герои еще были среди нас. Не хватало мне хорошей песни, которая придала бы общему торжественному тону программы лиричности. Ведь воины, одержавшие победу в этой битве, были молоды и полны надежд. Обратилась к своему другу, певцу Аскеру Махмудову. Может, он, выпускник училища имени Гнесиных, знаток современной эстрады, что-то подскажет. А он вдруг сказал мне, не будем тратить время на поиск. «Я тебе сам напишу нужную тебе песню». Он встретился с ветеранами, проникся их рассказами о боях пожарищей, о друзьях-товарищах. И за несколько дней написал замечательную песню о горе и радости, о любви и вере. В ней нашлось место и героическому настрою молодых солдат, приближающих Великую Победу, и романтическому курскому соловью, который в промежутках между боями радовал душу своими трелями. Исполнил эту песню Аскер под гитару во время записи передачи. Ветераны не могли сдержать слез. Жаль, что и эти, и другие записи не сохранились. Но память человеческая посильнее любой самой продвинутой техники. Аскер и сейчас передо мной – молодой, красивый, успешный, любимый публикой на заре своей карьеры и такой простой душевный человек. Он таким и оставался до самых своих последних дней. 70-е, 80-е годы жизни Аскера во Владикавказе – это расцвет его творческого таланта. Он работал от Северо-Остинской филармонии с вокально-инструментальным ансамблем, исполнял песни народов мира. И что особенно важно, в его репертуаре всегда были песни осетинских композиторов. Его обширная аудитория узнавала об Осетии благодаря тем самым маленьким джигитам и фатимочкам, которые ее населяли. Он считал себя посланником Осетии, представителем ее культуры и с гордостью выполнял эту роль. Попал же в Осетию выпускник Гнесинского училища с подачи тогдашнего директора филармонии Александра Сергеевича Рамонова. Вот это был уникальный в своем роде человек, о котором тоже стоит сказать несколько слов, хотя его бурная деятельность заслуживает гораздо большего. Рамонов был разносторонне образованным и очень душевным человеком, у которого было особое чутье на таланты. Он мог уговорить любого известного музыканта приехать с гастролями в Осетию. Он умел убеждать. Неудивительно, что в эти годы перед зрителями республики выступали самые яркие звезды. И наши, и зарубежные эстрады. Болгарка Лили Иванова, Югославы Джорджи Марьяновича Радмила Караклаевич, Муслим Магомаев, Владимир Высоцкий и другие яркие личности музыкального небосклона. Аскер не только, как говорится, осел в нашей республике, он погрузился в культуру нашего народа, стал ее частью. От Северо-Осетинской филармонии он объездил всю страну. Состав группы с годами менялся, но основными красками репертуара оставались произведения осетинского песенного искусства. Песня Христофора Плиева «Фатимочка» стала визитной карточкой певца Махмудова. Маленький джигит, что называется, добил аудиторию его поклонников. Песня Христофора Плиева «Фатимочка» Песня Христофора Плиева «Фатимочка» Аскер стал своим человеком в республике, знал и с уважением относился к традициям народа. Мало того, он записал песню на осетинском языке. И хотя не все гортанные звуки покорялись певцу, публика все-таки по достоинству оценила его старания. Песня Христофора Плиева «Фатимочка» Он прославлял нашу Осетию и на советском ТВ, участвуя в популярных программах «Шире круг», «Утренняя почта», «С песней по жизни». Представлял он Осетию и на музыкальных конкурсах, на одном из которых член жюри Леонид Утесов сказал «Где этот мальчик со своими конями? Хочу поближе с ним познакомиться». Аскер рассказывал об этом эпизоде и своей жизни с большой гордостью. Он очень тесно работал с осетинским радио, записывал свои песни и произведения осетинских композиторов. В этой истории в те годы ему помогали Зоя Газаева и другие операторы радио. Телевидение тоже было ему родным. Неудивительно, что героем музыкального видеофильма «Когда поют ворожение Кидзе» стал Аскер Махмудов. Это было событие, которое не стиралось в его памяти до последних дней жизни. Он не раз рассказывал мне о том, как его попросили сесть в аэроплан, чтобы снять песню «Словно лебедь белый город, под крылом синеют горы». И я, говорил он, человек, панически боящийся высоты, взлетел над городом. Говорил об этом восторженно и каждый раз переживая эти восхитительные мгновения полета. И каждый раз он благодарил за сотрудничество всю команду ТВ, которая работала над фильмом. Эмму Торченову, Людмилу Ндинорадзе, Алана Сибетова и многих-многих других. Город мой, Орджоникидзе, невозможно не влюбиться, Не встречал я краше города, чем ты. Словно лебедь белый город, под крылом синеют горы, Как красив с тобой полет моей мечты. Город мой, Орджоникидзе, невозможно не влюбиться, Приезжай и навсегда полюбишь ты. Наши парки, проспекты, терек наш, В стихах воспет и наших девушек прекрасных, как цветы. Аскер с детства не отличался крепким здоровьем. Но стоило ему выйти на сцену, и атмосфера в зале менялась. И его лицо тоже. Кто хоть однажды побывал на его концерте, поймут, о чем я говорю. Его невероятная энергетика, бьющая в зал, попадала прямо в цель И зажигала в сердцах людей ответное чувство. И зрители награждали его овациями, о которых может мечтать каждый исполнитель. Энергичнее, веселее, задорнее его не было на свете. Мне много раз доводилось наблюдать вот эту метаморфозу, Я всегда удивлялась, как ему это удается. Вот только один пример, случившийся на моих глазах. На концерте в рамках ДК «Достинского искусства» в Москве осенью 1974 года он потряс своим исполнением публику, и она долго не отпускала его со сцены. А буквально накануне мы отпаивали его калиной, пытаясь справиться с сильнейшей простудой. С ним произошло самое страшное для певца. Он не мог петь и говорил-то шепотом. Нам, его друзьям, казалось, что выступление под угрозой. «Вы не знаете Аскера», – сказала его жена Тома. Ангел-хранитель, соратник и правая рука певца. На сцену он выйдет с полной боевой готовностью. Так оно и произошло. Что подняло его с постели и помогло обрести голос? Думаю, сила духа, талант и безграничная любовь к зрителю. Люди платили ему той же монетой любви, не подвластяя никакой девальвации. Ей не грозило падение в цене. В пересчете на жизнь она всегда оставалась несгораемой и всегда востребованной. Когда по причинам здоровья Аскер переехал из Орженикидзе в Сочи, то не забыл Осетию. По возможности приезжал к нам в гости. Обожал осетинские пироги и песни за столом. Душевный, в полголоса. Хотел, чтобы мы подпевали, что мы и делали, нестройными голосами, стараясь не мешать. Орженикидзе, Владикавказ, остался для него любимым городом. И каждый раз попав сюда, он бродил по любимым улицам, радовался тому, как преображается город год от года. Моя семья тоже наведывалась к нему в Сочи, и он часами расспрашивал нас, как там Осетия, как поживают его друзья, с которыми прошла незабываемая молодость. В Сочи он наладил связь с Осетинской диаспорой. Когда приезжали дети из Беслана, годящиеся ему во внуки, он не пропускал встречи с ними, хотя был уже нездоров. Слушал их и, конечно же, пел. В который раз Фатимочку и маленького Джигита, и дети уже другого поколения восторженно аплодировали ему. Так же, как их родители давным-давно на концертах Аскера Махмудова в Орженикице. В 2007 году он получил официальное звание народного артиста республики, хотя всегда был народным любимцем. Зрители Осетии раз и навсегда открыли ему свое сердце, а он оставил им на память о себе частичку души в замечательных песнях, таких родных, таких незаменимых. АПЛОДИСМЕНТЫ Как в сказке из-за гор высоких Восходит солнце яркий шар, Звенят весенние потоки, Как струны звонкие гитар. Идешь ты улицей тенистой, Другом куда не кинешь взгляд, Тебя встречает город чистый, Одетый в солнечный наряд. И сердце радостью полнится, Ты этой шутке улыбнись, Когда поют в Ордженики и в зенах, Гора плавины сходят в них. Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла. Когда поют в Ордженики-бцэ, В горах лавины сходят вниз. Субтитры создавал DimaTorzok